Это я Робин Гудвин. Вот я какую тему хочу затронуть. Австралийские женщины и полулысые российские мужчины так сказать ну так вроде так симпатичный лыщину прикрыть так вроде да вот так вот взять так прикрыть лыщину. Вроде еще так Шоноконнери. Приходится кепочку носить или вот надо операцию съездить сделать что-ли мне пересадить в Турции. Чуть-чуть волосинок. Хочу я поделиться темой интересной. Прошу прощения. Чешется нос. Кстати интересно тоже вот открыть для себя сделал. Тумерик или так называемый куркума. Когда добавляешь в любое блюдо так сказать, особенно мясное. Когда готовишь соусы наваристые на базе томатных соков. Куркума начинает прочищать носоглотку. Начинает носок появляться. То есть видимо она имеет свойство так называемое инфлемент. Инфлемент да по-моему по-английски называется это воспаление. Анти анти инфлемент как то так инфлемент анти инфлемент. С Inflammation Inflammation это воспаление А anti-inflammation или противовоспалительное Counter-inflammation Or the resistance Inflammation resistance Должен быть какой-то термин медицинский И вот начинается выработка Соплей так называемых Нельзя назвать их соплями Да сопли На самом деле сопли Но вроде и насморка нет никакого А сопли Интересное действие этой каркумы Она видимо Даже если какая-то бактерия Приплывает в носоглотку Она начинает их изгонять Очень интересно Прав я или нет Пока у меня вот такое ощущение Что как-то так она действует Странно Так вот Насчет мужчин И женщин Российские мужчины И иностранные женщины У каждого человека свой опыт Иммиграции Каждый человек может поделиться Своим опытом Данное направление Я поделюсь своим опытом Хочу сказать что Мне вот сейчас 50 лет И мне очень нравится Даже не столько женщины Австралийские Ну не то чтобы австралийские Только там Британские женщины Иностранные так скажем Женщины Мне очень нравится Удивитесь Но У меня с ними романтика Какая-то Вот та самая романтика Которую я мечтал с детства В России все как-то Слишком грустно Вот у меня есть Какие-то такие Нерусские корни Но я ведь совершенно Не отношусь К категории Каких-то там Нерусских людей Я считаю себя Человеком мира Я не могу сказать Что мне нравятся Эти армянские Нацисты Фашисты Которые там Назови им Любое Национальное Какое-нибудь там Мусульманское Имя Спроси их Про азербайджанцев Это Это ужас У них все Азербайджанцы Негодяи Мерзавцы И так далее Вот у меня есть Армянская кровь В моем теле Так скажем А можно ли сказать Армянская кровь Кровь бывает В четырех Только Групп Первая Вторая Третья И там Резус фактор Плюс-минус Поэтому Говорить что она Армянская Наверное нет Просто есть Какие-то у меня Черты Признаки Брови Вот эти Глаза Как у коровы Кто-то говорит Глаза как у коровы Ну как у коровы Может быть Нос у меня Совсем Это в общем-то Не армянский Глаза Наверное Вот эта вот Темнота Вот вокруг глаз Вот это вот Выдает Ну с другой стороны Все брюнеты Так или иначе Может быть Брови вот такие Большие Как бы вот Что-то такое А все остальное Вроде бы как Но в России Как-то Женщины живут Стереотипами Если ты Где-то напоминаешь Какого-то нерусского То почему-то Тебя все сразу Избегают Боятся Что-ли А вот В СССР Такого не было Наоборот Все девки У меня липли Как мухи На какашке Блин Вот На самом деле Я допустим Уходя в армию У меня было Три девушки Которые ждали меня Хоть я был Не русским Все русские Девушки были Вот Мне кажется Что дело Совсем не в том Кто ты Как ты А дело в том Вернее Как раз Иностранец Или не иностранец Женщина Ищет себе Романтику Женщина Ищет себе Принца Но он Не обязательно Должен быть На белом коне Женщина Согласна С тем Что принц Может быть На запорожце Главное Чтобы это был Главное Чтобы он Любил Женщину Женщину Наверное Главное Чтобы он К ней Относился Как Хороший Порядочный Отец Или брат С уважением С любовью И С каким-то Правильным Таким Чувством Которое Как бы Не отталкивает Не отпугивает Сейчас многие Говорят про секс Про трах Про бах Про всякую Фигню Это конечно Пугает Женщину Нормальную Нормальную Женщину Я не говорю Там про проституток Которым как раз Это и надо Я говорю Про нормального Человека У которого Была нормальная Семья Папа Мама Где папа Там заботился О О дочери О маме И так далее Была нормальная Семья У них не было Никаких отношений Про трах Про бах Правильно Ей то же самое Хочется Чтобы такая же Была нормальная Жизнь В принципе И с мужем В семье Появится Семья Там Дети И так далее Трах Бах Это в общем-то Наверное Только у тех Кто особо Озабочен Все-таки Таких не так много Особо Озабоченных Красивые Женщины Редко Бывают Особо Озабоченные Они В основном Любят себя Поэтому Женщина Красивая Она требует И К себе Больше любви Большего внимания И все-таки Самое главное Это уметь Быть романтиком Романтиком А что значит Уметь быть романтиком Это сложно сказать Нельзя этому научиться Нужно быть просто Романтиком Романтиком Добрым Безопасным И Так сказать Мужчиной быть Нормальным Так сказать Каким должен быть Нормальный мужчина Не озабоченный Там какой-то Самец Вечно Чашущий Свои яйца В то же время Не отмороженный Какой-то Человек Когда Девушке Надо чтобы Ты ее там Поцеловал Пожалел А ты Отмороженный Стоишь Как холодная Скала Конечно Нужно Уметь Чувствовать Быть Тонким В этом плане Уметь Вообще В этом плане Очень хорошо Помогает Музыка Если Понимаете Немножко Музыку Как Она устроена Умейте Чувствовать Музыку То С большинством Женщин Вам будет Легко Потому что Женщина Это как Музыка Нельзя же Муза Моя муза Пришла Женщина Часто обладает Хорошим слухом Музыкальным У них Красивее Голос Но С этим Можно поспорить Красивее Или Некрасивее Но Я имею В каком Смысле Поспорить Мне Допустим Нравится Фальцет Мужской К примеру Но Я Немножко Уже Говорю Несколько О профессиональной Тематике Но Если Взять К примеру Маленького Ребенка И Попросить Среднестатистического Папа Спеть ему Колыбельное И Среднестатистическую Маму То конечно Он предпочтет Песню мамы Ну я Тоже Могу Спеть Колыбельную Песню Но Я Могу Просто Петь А Большинство Мужчин Не умеет Петь Так Стесняются Петь А у Женщины Высокий Голос По определению Приятнее На слух Другое Дело Что Есть Уже Некоторые Профессиональные Особенности Но В целом И В общем Когда тебе Мама Поет Баю 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 Не Ложися На краю Придет Серенький Волчок И Укусит Забачок Да Баю 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 Своим Женским Голосом Придуриваюсь Немножко Ну а Что Делать Поэтому Конечно Приятнее Когда То есть Понятно Что У женщин Более Тонкая Восприимчивость Они Более Чувствительны У них Вот это Внутреннее Чувство Так называемое Пятое чувство Пятое чувство Или шестое чувство Пятое По-моему Да Там Слух Нюх Прикосновение Сизание Обаяние Обаяние Это Боняние Это Нюх Зрение Зрение Слух Обаяние Обоняние Осязание Пятое Пятое чувство Пятое чувство Это вот какая-то Внутренняя такая Мембрана Непонятно Она точно Точно похожа На Ушную Ушную мембрану Вот эту Звуковую мембрану Только она Слышит Не звук А слышит Эмоции Она слышит Интуицию Какую-то Она слышит Язык тела Она слышит Язык Жестов Она Эмоции Умеет считывать Женщина Умеет считывать Эмоции Она Женщина более тонко Устроена Внутри Она Малейший Поворот головы Неправильный Не в ту сторону Немножко резкий Или какое-нибудь Искривление Так сказать Мимики На лице Для нее Может быть Важным сигналом Допустим Вот мне Допустим Ну Комару Кусил Ну ладно Что там Искривила Рожу Ааа А для нее Это уже Про меня Что-то там Плохо думаешь Поэтому Для женщины Важно Быть Очень Так сказать Внимательным Не дай бог Ты где-то там Чего-то Как-то Как-то Неправильно Отреагируешь Ты можешь Как бы Гарантированно Так сказать Тебя Тебя Будут Воспринимать Плохо Потому что Вот это Внутреннее Чутье Которое У женщин Существует Ну Я имею На каких Женщин Слабых Мы же ведь Любим Слабых Женщин Я не говорю Там про Тину Кандилаки Условно Говорят У этой Женщины Чутье Нулевой Абсолютно Это Мужик В юбке Очевидно При всей Ее Женственности Похожей На На кого Она там Похожа На Эту Голливудскую Звезду Как ее Да и Не особо Она и Похожа Так скажем Вот Но тем Не менее Мы говорим Про Женщин Слабых Мы же ведь Любим Слабых Женщин Нам Женщины Нравятся Слабые Потому Что У нас Есть Внутреннее Чувство Защищать Да и Вообще Просто Как бы Со слабой Женщиной Приятно Потому Что Ты Нужен В конечном Счете Сильной Женщине Зачем Ты Нужен Если Она Сама Сильная Правильно Сильной Женщине Нужен Какой То Либо Дико Безбашенный Сильный Мужчина Либо Наоборот Какой Ни Соплежуй Но С внешностью Аполлона То Ей Нужна Либо Красота Такая Писаная Фантастическая Поскольку Ты Для нее Существуешь Как Один Из Аксессуаров Гардероба Их Может Быть Много Аксессуаров Нужно Быть Готовым Потому Что Ты Не Один Такой А Вас Будет Много Таких Аксессуаров С Внешностью Красивой Потому Что Вы Для нее Аксессуар Для Такой Я имею Ввиду Для Девки Которая Сильная Что Имеется Сильная Пробивная Какая Такая Мне Такие Не Нравятся Вообще Даже Противные Я Стараюсь От таких Бежать В разные Стороны У меня Была Одна Такая Подруга Сидне Тоже Ну Поначалу Вроде Хорошо А потом Как Б Противно Потому Что Она Не Принадлежит Тебе Ты Для Нее Аксессуар А я Не Аксессуар Я Устроен Тоже Внутренне Тонко Поэтому Аксессуар Пускай Там Будет Негр С длинным Членом Вот Для Нее Аксессуар А с другой Стороны Зачем Негр С длинным Членом Если Можно Пойти В секс Шоп И Набрать Членов Запихнуть В свою Тумбочку И Выбирать По очереди Для Нее Не Важно Чувство Для Нее Важно Аксессуар А я Говорю Про Нормальных Женщин У У которых С психикой Все нормально Это Те Женщины Которые Ждут Которые С тобой На Край Света Которые С тобой До Последнего Твоего Вздоха Ну Собственно Говоря И Ты Такой Же Должен Быть Вот А Это Только Романтика Только Какие-то Романтичные Отношения Они Могут Начаться И Всю Жизнь Их Надо Уметь Как-то Пронести Эти Романтичные Отношения Поддерживать И уйти Вместе Как Ромео И Джульетта Не зря Мне в детстве Говорили Что я Похож На Ромео Когда Мне Было 16 Лет Или Там Что Мне 15 Лет По-моему Всякие Гомики Приставали Вы Так Похожи На Ромео Вот Поэтому Романтика Романтика И Конечно Надо Уметь Зарабатывать Деньги Потому Что Романтика Когда В кармане Пустота Это Похоже На Слабость Очень Большую Слабость А Умение Зарабатывать Деньги Это Характеризует Тебя Как Человека Уверенного Вот Уверенного В себе Человека То есть Ты в себе Уверен Ты знаешь Что ты Не сдохнешь С голоду Что ты Прокормишь Что Если Надо Будет В 10 Раз Больше Заработать Ты Найдешь Себе Силы Заработаешь Принесешь Это И Принц На самом деле Это Принц Сохранить Себя В нормальной Форме Так Быть Романтиком Чувствовать Быть Сенситив К женщине Как правило Надо быть Сенситив К детям К своему К семье Относиться Так сказать По-доброму Любить Надо уметь Все-таки Любить А могут Люди Любить Сейчас В основном Все заняты Собой Каким-то Бизнесом Зарабатыванием Денег А любить Как же А что такое Любить А вот Это умение Дружить Умение Дружить Дорожить Сейчас Это чувство Вышибается Из всех В основном Конечно Люди Превращаются В отмороженных Вот А западные Женщины Вот именно Они еще Пока Это в России Как бы В России Происходит Странная Такая вот Метаморфоза Не знаю То ли это Нормальная Метаморфоза То ли это Временное Такое явление Не могу Понять Но женщины Здесь Сумасшедшие Они рожают Каким-то Я не говорю Про всех Далеко не Про всех Рожают Каким-то Там Блюдком Дарья Жукова Родила Там Абрамовича Ну что Она не могла Найти Нормального Парня Зачем Она Такая Красивая Русская Девочка Вышла Замуж Замуж Крокодила Но я Не говорю Что он Крокодил Не крокодил Не мне Его судить Я не Девушка Ну ясно Что крокодил Но он же Некрасивый Я не знаю Но вот У меня Чувство Прекрасного Как-то развито Я Умею Различать Красоту От Некрасоты У меня Это Срабатывает Сразу Я вижу Это Красивое Это Некрасивое Как бы Вот Ну я Смотрю на Абрамовича Ну Крокодил Смотрю на Дарью Жукову Совершенство Спрашивается Зачем Ты Будучи Такой Красивой Вышла За Этого Крокодила Ну Нашла Б ты Себя Парня Что Не Нашлась Нормального Парня Более Менее Красивого Чтобы Дети Были Красивыми Как бы Ну Это Же Естественно Нет Выходит За Богатого Вот Я С этого Не Понимаю Я думаю Что И на Западе Многие Тоже Такие Сумасшедшие Модель Которая Карла Как ее Звали Там Вышла За Этого Мелкого Мазерати Как я Его Зову Как Его Президент Франции Это Бывший Как Неважно Торчок Бывший По-моему Председатель Интерпола В Леоне Как Жил Франсуа Не Франсуа А Ну Понятно Как Нам Маскарпоне Тоже С ума Сходит Там Тоже Самый Дональд Трамп Он Симпатичный Дональд Трамп Так На него Посмотреть Старый Но Симпатичный Так Что Заграницей Все нормально В этом Плане Нормально Женщины Влюбляются Женщины Любят Шутки Просто Надо Учить Язык Надо Говорить Уметь Женщина Любит Ушами Это Тоже Правда Если Ты Не Знаешь Языка Английского Допустим Или Куда Ни Приехал Во Францию Германию Ты Говоришь Я Робот Я Полицейский Я Зашел С ума Кто С тобой Хочет Общаться С Женщиной Конечно Неприятно Если Ты Скажешь Моя Дорогая Моя Моя Ласточка Как Чувствуешь Моя Моя Дорогая Подойдешь Обнимешь Поцелуешь Пойдем Пойдем Поперег Как Так Понимаешь Это Невозможно Если Ты Не Знаешь Языка Но Сказать My Dear My Sweetheart How You Feeling Your Right Feeling Good Поцеловал Е Hey Kids Дочка Прибежала Взяла На Руки Потряс Поцеловал Прелесть Да Ребенка Подержать В руках Она Видит Что У тебя Душа Что Ты Добрый Человек Что Ты Хоть И Русский А Русофобия Там Навязывается Людям Что Русофобы Русофобы Русские Все Страшные Русские Все Убивцы А Они Смотрят На Тебя А Ты Абсолютно Добрый Нормальный Я Вот Это Много Ловил На Себе Когда Я Жил В Большой Комьюнити Австралийской Там Были Все Астралийцы Британцы Французы Некоторые Немцы То есть Я Был Один Русский Они В шоке Были От Того Что Слушай Говорят Ну Первый Раз Видим Русский С Таким Я Русский Русский Они Все Равно Ко Мне Относились Как Русскому Некоторое Время Немножко Прищуривались Так Но Хотя Я И водку Наливал И Был Довольно Открытый Все Равно Вот Вот Эта Как бы Инерция Засирания Мозга Которая Была А она Не была Беспочвенной Безусловно Мы Действительно Весь мир На уши Ставили Когда была СССР Весь мир Бздел Боялся Нас Угроза Ядерной Войны Она была Не просто На словах Она Переходила Практически В стадию Микровойны Так Скажем Холодная Война Она Все Таки Была Войной Это Не было Холодное Отношение Как Сейчас Это Все Таки Война И В горячую Фазу Она Могла Перейти В любой Момент И Это Было Официально Мы Были В состоянии Холодной Войны Поэтому Конечно Это Работает Немножко Прищуриваются Прищуриваются А Вот Потом Простая Такая Ситуация Пришла Многодетная Мама С Ребенком А Бывают Такие Дети Особенно В летнее Время Постоянно Бегают Суетятся Такие Они Как бы Расхрыстанные Такие Семья А Эта Девочка Маленькая Там Может Ей Года Три Ну Как Дети В три Года Они Все Как Пупсики Такие Улыбаются Добрые Род До Ушей Что Им Надо Только Только Им Надо На них Посмотреть Как На Куколку И Обнять И Все Она Счастлива Больше Ей Ничего Не Надо В Жизни И Вот Я Сижу В Кругу Этих Всех Ребят Там Я Программист И Ко Мне Отношения Достаточно Такое Как Прагматику И Вот Убегает Маленькая Девочка Я Беру Ее На Руки У Меня Что Внутри Такое Расцветает Я Начинаю Думать Что Вот Это Я Почему То С Так Условно На Самом Деле А Как Иначе Можешь Смотреть На Малыша Только Как На Себя В Детстве Думаешь Вот Как Классно Как Классненький Как Мне Хотелось Быть Таким Как Он И Начинаешь Любить Как Себя Начинаешь Любить Не Знаю У Кого Всех По Разному И Я Смотрю На Е Думаю Блин Как Какой Прелестный Ребенок И Виде У Музик Который Берет Ребенка И Вот Так Начинает Сиять От Радости Это Немножко Неестественное Состояние Для Любого Мужика В Любой Стране Когда Они Видят Вот Такие Добрые Глаза Такую Любовь К Ребенку Когда Они Видят Что Тебе Ничего Не Чуждо Что Ты На Сам Добрый Человек У Нех Сердце Там Раскрывается Они Просто Ну Не Зна Они Начинают Тебя Любить Просто Любить Потому Что Они Видят Что Вот Как Это Существо В Твоем Лице Которое Взывало У них Какое То Опасение Страх Оказывается Таким Добряком Что Ну Просто Это Просто Как Как Расцветает Цветок В душе У них И они Начинают К тебе Относиться Просто Как К Очень Хорошему Человеку Даже Пускай У тебя Где-то Ты ошибки Какие-то Допускаешь В языке Все равно Тебе Очень Хорошо Относятся И У тебя Появляются Друзья Такие Которые Готовы Тебя Проводить Ночью Куда-то Отвезти В Москве Такого Нет В Москве Надо Всем Платить Хочешь Чтобы Тебя Встретили Из аэропорта Заплати Потом Скажут Ты же Друг Ну Ладно Сколько Тебе Надо Таксисту Полторы Тысячи Это Три Дать Будет Он Же Не Таксист Он Круче Правильно А Бесплатно Не Поедет Ну Вот А Там Просто В хороших Отношениях Ты Просто Ты Хороший Приятель Какого-то Другого Приятеля И Тебе Надо Ехать Тебя Пасают Довезут Бесплатно Даже О деньгах Даже Не говори Ничего Просто Забудь О деньгах Просто Забудь И Все Вот Отношения Допустим Я не знаю В Австралии Я в Австралии Встречаю Очень много Хороших Теплых Людей Другое Дело Что Все Надо Делать Вовремя Вот Когда Ты Начинаешь Искать Себе Женщину Для Семьи То Надо Понимать Что Если Тебе Уже Там Под Полтинник У Кого-то Тебе Надо Ребенка Какого-то Помучить В хорошем Смоции Слова Кто Тебе Родит 40 лет В Австралии Родят В России Уже Не Родят То Есть Проблема Конечно Вот Нужно Все Делать Вовремя А С точки Зрения Русский Или Нерусский Язык Да Это Важный Момент Ты Должен Говорить Это Нормально Кто Будет Жить Человеком Хотя Кинг Конг Он же Не Умел Говорить Но Он Был Добрым Он Был Добрым Он Был Огромным В Эй Сказке Он Был Гигантом Он Был Глыбой Он Был Добрым Как Ребенок Как Щеночек Маленький Он Держал На руках Красавицу У него Глаза Превращались Вот Что Такое Любовь Вот Женщина Таких Любит Конечно А там Говоришь Ты На языке Не Говоришь Ты Она В тебя Влюбится По уши Если У тебя Есть Вот Это Чувство Вот Это Чувство Которое Так Называемое Чувство Ради Которого Баба С ума С ума Из-за Которого Баба С ума В хорошем Смысле Бабы Не в плохом Да Собственно Говоря Все нормальные Люди Не бабы Все нормальные Люди Именно Вот От этого Чувства Которое Высокое Какое-то Вот Это И есть Принц Принц Это Не обязательно Надо быть Как Брэд Питт Наоборот Надо быть Как Как Какой-нибудь Кинг-конг Но Что Такой Брэд Питт И Что Такой Кинг-конг Да Это Несравнимые Вообще Понятия Кто Такой Брэд Питт Щелбан От Кинг-конга И нет Брэд Питта Правильно Женщина Любит Сильных Сильных Мужчин И Чувствительных Чувственных Сенситив Чтобы Они могли Понимать Это Это Вот Такой Дар Да А Как Правило Сильные Мужики Они Чувственные Потому Что Сила Мужика Она Не В Его Мышцах А В Его Мышцах Конечно Тоже Но Интеллект Характер А Это Уже Ум Это Уже Ум И Наличие Ума Вот Такого Именно Сильного Ума Сильного Ума Интеллекта Оно И Формирует В общем-то Человек Порядочного Вот Самого Как бы Сейчас Все говорят Химия Химия Какая Химия Это Не Химия Просто Нормальные Человеческие Чувства Вот Именно То Чувство Которое Позволяет Женщине Видеть Тебе Человека Уверенного В себе И Что Ты Единственный Ты Единственный Но Ты Должен Включить Это Чувство В отношении Твоей Женщины Которая Тебе Нравится Не Всем Подряд Обещать Ничего Не Сделать А Вот Настя Нашел Которая Тебе Нравится Включи Это Чувство И Гори Держи Она Будет С тобой Рядом Никуда Не Денется Ну Естественно Жизнь Она Как Говорится Это Выбор Невозможно Жить Всю Жизнь Постоянно Выбирать 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 Как Эти Звезды Голливуда Все время Выбирают Себе Выбирают Себе Вот Немножко В эту Роль Сыграло Теперь Эту Роль Сыграем Давай Ту Роль Сыграем Эту Роль Сыграем То есть Прыгают Прыгают От одной От другой Это уже болезнь Это уже болезнь Эта болезнь Называется Слава Известность А тебе Зачем это нужно Тебе Обязательно Будь известным Будь Просто Классным Зачем Быть известным Классным Настоящим Известность Это дело Такое А настоящих Классных Мало Как в песне Настоящих Буйных Мало Вот и нет Ложаков Настоящих Классных Мужаков Мало Мало Что это За писк Такой Инопланетный Корабль Где-то Там Приземляется Вот такие Писки Периодически По ночам Так сказать Видимо Там где-то Поезд А может Что-нибудь Там просто Чайник Забыл Выключить Непонятно Вообще Ужас Непонятно Все На этом Пауза Чем это вызвано Бло Так сказать Мое видео Этот ночной Бред Тем что Я посмотрел Какой-то там На ютьюб Итальянец Или кто Он там Пашпей Спида Доказывает Что там Что-то Там Все это Фигня Меня любили Девки И В Финляндии Куда Я приезжал С товарищем влюблялись прямо там в ресторане на следующий день уже меня тащили к себе в постели не отпускали а потом в Москву приезжала влюблялась тоже так сказать чего я не знаю надо было и жить что-то я как-то все в облаках летал влюблялась и американки влюблялись не очень слабые так скажем американки топ-менеджер корпорации apple была такая история и латиноамериканки а эти вообще так сказать бразилия аргентина там вообще просто все от меня без ума казашки китаянки эти самые девчонки из таиланда из японии да все влюбляются все влюбляются в россии только я что-то там лицо кавказской национальности что-то начинают мозги мне засирать все влюбляются во мире итальянка была девка у меня очень красивая очень красивая подружка не знаю я вот как так вот к сожалению мне вот это не дано как бы сказать чувство собственника женщина женщине я не хочу присваивать никого вот российские женщины любят чтобы я там собственником был начинают вот он меня не ревнует я говорю вообще тебя должна ревновать ты свободный человек тебя своя жизнь так сказать я не говорю что у тебя своя жизнь у меня своя жизнь я говорю но тем не менее ты же ведь все-таки не моя собственность правильно ты хочешь потанцуй с ним хочешь потанцуй с этим да может быть мне это неприятно но я потерплю почему потому что я боюсь ревности ревность приведет насилия зачем мне ревновать тебя я же знаю что если я буду ревновать а ты уже сама думай нравится тебе или нет хочешь ли ты это делаешь это специально чтобы проверить меня на ревность а у меня ревности нет я просто так вот родился такой либерал демократ я спокойно смотрю на человека хочешь ты с другим идти пожалуйста иди я не против вот но тогда я буду таскать думать о чем-то другом вот я считаю что надо уметь быть так сказать управляемым нельзя женщину держать заперти ты моя ты моя это неправильно потому что это порождает во-первых насилие домашнее а во-вторых ну значит ты моя тебя папа у тебя мама ты их не тебя есть сын дети мои ты им принадлежишь а моя то в каком плане моя дочь ты мать моих родителей и слава богу я к тебе отношусь такой же любой из таким же так сказать обожанием как твои родители относятся к тебе как то а кто еще кроме меня может быть твоим отцом когда твоего отца уже к сожалению не будет живых поэтому слишком умных женщин тоже много тоже много они начинают у них crazy начинает наступать с годами даже когда они не получают достаточно любви своих так сказать мужей часто садистов вот они живут в таком состоянии мазохизм и не могут ничего сделать ничего не могут подпринять а мне кажется что женщина вот должна быть именно умной она должна уметь правильно сделать выбор если же она сделал у меня своим мужчиной то значит она тоже должна контролировать это правильно я же не должен как-то ее заставлять чтобы она делала мой выбор меня в качестве ее выбора вот кашлят тут тюмерик куркма если ты влюблена в меня если ты меня любишь если ты выбрал меня в качестве своего партнера в качестве своего друга на всю жизнь и ты готова со мной прожить всю жизнь до конца зачем я должен тебя ревновать зачем ты мне должна причинять эту боль чтобы я тебе ревновал не причиняй мне этой боли хочешь потанцевать с кем скажи я полиски потанцую внутри не нервничай скажу ладно пожалуйста нет проблем танцую я знаю что то что что в этом нет ничего такого кроме как просто желание потанцевать но в россии как бы все по другому вот ты дал ей потанцевать с кем значит ее не любишь ах ты меня не любишь ты меня не любишь ну не любишь значит не любишь я могу поделать я ревновать просто не хочу потому что это получается ты начинаешь расшатывать свою собственную нервную систему ты взвешенный ты сбалансирован ты сказал я на тебе женюсь я хочу от тебя детей хочу чтобы у нас там была с тобой семья если ты сказал то один раз ты подозреваешь что это один раз и на всю жизнь правильно ты же не балабол который там болтает один раз сегодня один сказал на следующий день второй раз третий раз а она почему ты считаешь это должен каждый день это говорить одно и то же это неправильно надо уметь может какой-то там человек искать гуляющий с кем-то бредливыми наклонностями да ему там надо каждый день заставлять его это говорить там но если ты видишь что с тобой нормальный человек живет не с бредливыми таскать травами чё ты мучаешь его заставляешься виноват его вот на западе эти женщины понимают у нас кстати в ссср тоже это было очень хорошо развито в общем у нас была мораль и вот это вот чувство ответственности как-то она была развита сейчас она разрушена сейчас пришел тут секс порнография эти эротические игрушки которые портят человеческие отношения они развращают эти отношения превращают их какие-то отношения так сказать нездоровые психически прежде всего почему-то женщина считает что мужчина должен быть длинный член ну почему должен быть длинным обязательно потому что вот в магазине блять все длинные члены а в той порнохе негр у него там был три метра бля вообще там половой орган я все думаю катера скуме членом вообще течет нужно то мне любовь нужна мне или член тебе нужен показ член не нужен значит это любви никакой нету и член твой нужен он тебя будет любить покрытие стоит не стоит через значит дерево то есть это больная уже логика на себе мужа никогда не найдет она родит какому-нибудь члену длинному которого потом член упадет все она будет несчастной а он у всех упадет когда-нибудь сколько виагра ниже и как говорится а в 75 уже не встанет вот поэтому ну может и встанет кого-то в 90 встает но это первые последние два раза первые в последний раз поэтому не знаю как то вот я не знаю вот как то я так помню в ссср такого не было концентрации на сколько-то раз там сколько сколько времени ты занимаешься трахом бля сколько раз ты кончаешь за ночь сколько раз она кончает за ночь вот ты три часа там каждый день чушь какая-то она пришла к нам вместе с этой вот сексуальной развращенностью а почему я должен три часа каждый день заниматься этим делать а зачем ей это но это известно физиология женщины чем больше трахаешься тем больше хочется трахаться это как говорится но просто простейшая физиология анатомия так устроено а чем меньше трахаешься тем меньше хочется трахаться тем приятнее заниматься сексом раз в неделю. Нет, мне надо много, мне надо много. Надо снимать стресс, я стресс, бля, у меня стресс. Мне надо по пять раз в день, по пять раз в день. И чтобы так, чтобы так, чтобы и так, в разных позах. Если этого нет, нет, мне такой мужчина не нужен, все. Ну, тогда, бля, это пиздец. Купи себе секс-машину, бля, и выходи за нее замуж, сразу, так сказать, повесь колечко там на металлический стержень, бля. И живи с ним. Так несерьезно, что все обезьяны в природе, или все собаки. Как они совокупляются, собаки? Просто там что-то засвербило где-то. Раз, где-то какая-то самка пробежала, он что-то раз, естественным образом, там запрыгнул, что-то там задергался. Раз, вот тебе и щенки, бля. Вот. Ну, такого же нет, что он там, слушай, она говорит, он подходит, там, сучка собачья, и говорит, слушай, бля, давай по три раза в день хотя бы, давай. Или пять раз в неделю, давай, говорит, это самое. Такого нету. Нет, и никогда не будет. И не было. Поэтому надо думать о каких-то других вопросах, а не думать о том, когда и с кем ты потрахаешься. Это уже больная психика, нездоровая. Нездоровая психика, я считаю. Здоровая психика – это, в общем-то, притормаживать себя, наоборот. Притормаживать себя. Не давать, так сказать, разнужденности, сексуальной разнужденности, не распускаться, не развращать себя. Думать о чем-то другом, о полезном, о каком-то другом. А это секс, он и есть секс. Чем меньше секса, тем приятнее секс. Каждый день секс – это уже работа. А раз в неделю, раз в месяц даже, это же песня. Расстаться, через месяц обняться и почувствовать притяжение. Это же приятно. Зачем каждый день заниматься ерундой какой-то, физической, так сказать, нагрузкой. Не серьезно. Лучше побегать, сходить на турничке, позаниматься, так сказать, плаванием поплавать. Еще что-нибудь сделать полезное. Поэтому, не знаю. На Западе женщины, в общем-то, такие, они не развращенные. А у нас почему-то я сейчас встречал. Вот ты знаешь, я, говорит, за тебя выйду замуж, только тогда, когда мы с тобой переспим. Если мне понравится, как ты со мной сексом занимаешься, тогда я с тебя выйду замуж. Я бы себе думал, блядь, у тебя сиськи пятого размера, тебе никто не понравится. Просто никто не понравится. Ну, куда? Кто тебе понравится? Купи себе фалоимитатор, так сказать, трехконечный. И выйди за него замуж. Вот, если тебе хочется секса. Ну, естественным образом. Ну, находит, наверное, где-то себе там такой. Но в основном, конечно, это, так сказать, вот эта пропаганда, вот эта, так сказать, как бы, так сказать, сексуальная пропаганда. Я, кстати, очень негативно отношусь к мастурбации и очень негативно отношусь к магазинам, вот этим секс-магазинам, секс-шопам. Это пустая трата времени. Это ненормально, когда мужчина занимается половым актом в какой-то, как это называется, латексной вагина. Бля, это пиздец просто. Ну, это пиздец просто. Просто пиздец. А куклы эти резиновые, ну, это просто ужасно. Посмотрите на эти куклы. Я не знаю, какой дурак может взять вот это вот сделать, как бы. Ну, это совсем ненормальный человек. Это уже просто, как бы, горилла, блин. Это не гомо-сапиенс, это просто гомо. Гомо. Только не от слова сек, а от слова животное, блин. Поэтому, не знаю, как-то я все-таки считаю, что нужно притормаживать вот эту всю историю с сексуальной революцией. Может быть, это все интересно. Может быть, эротика, она и нужна, безусловно. А порнография, она совершенно не нужна. Это мастурбация. А мастурбация, это, как известно, как говорится, может быть, это и кто-то и говорит, что это тренировка. Но от мастурбации дети не рождаются. А раз дети не рождаются, значит, заниматься этим противопоказано. По-моему, вполне нормально, логично. Ну, если уж там совсем, как говорится, тяжело, как говорится. Ну, ладно, там можно, когда есть какое-то оправдание. А так, возьми книжку, напиши какую-нибудь. Есть такое понятие полюция. Тебе, в конечном счете, поможет что-нибудь там присниться что-нибудь там и бабе, и мужику. Но мастурбация, это уже, так сказать, рукоблудие. И представь, у тебя нет рук. Так что, я против мастурбации, я против всяких этих вот порнографий, секс-шопов. Это все не дело. К чему вообще мы пришли? 44 минуты я говорил непонятно о чем. Понятно, что это никому будет неинтересно. Но, тем не менее, хоть что-то, но я поведал миру. Поэтому на этом стоп, машина. Гудбай. И до следующих встреч. Продолжение следует.